1 сентября 2018 год. Аэропорт Внуково. Боинг 737-800 авиакомпании «Ютейр» готовится совершить ночной рейс 579 в Сочи. На его борт поднимаются 172 человека, 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолетом готовится управлять командир воздушного судна 51-летний Алексей Алексеевич Шнырев и второй пилот 53-летний Сергей Эдуардович Иванов. В салоне Боинга работают 4 бортпроводника. В 0 часов 33 минуты рейс 579 вылетел из московского Внуково и взял курс на Сочи. Полет проходил без отклонений на 350-м эшелоне или высоте 10600 метров. Во время полета самолетом управлял второй пилот. В Сочи в это время были ливневые осадки, сильный ветер и гроза. Эти факторы серьезно усложняли заход на посадку нашего экипажа. В 2 часа 4 минуты пилоты приступают к снижению. Прослушав информацию от диспетчера о погодных условиях на посадке, экипаж отметил сильный ветер и скорректировал режим автоматического торможения на максимум. В аэропорту Сочи в период с 10 часов до половины 11-31 августа отмечалось выпадение сильных ливневых осадков, в результате чего взлетно-посадочная полоса 2-20 была залита водой до 5 мм. Впоследствии этого полоса была временно закрыта руководителем полетов для использования. Для взлетов и посадок работала только взлетно-посадочная полоса 6-24, на которой, по докладу аэродромной службы, покрытие водой было 25%, глубиной до 3 мм. Сочи круг, заняли 90-й эшелон, ЮТР-579. ЮТР-579, для вашей информации видимость на полосу 06, 1000 метров, 650 метров, 1400 по огням и ветер 90 градусов. 17 метров, порывы 22, вот аэрболтик, сию на второй круг уходит. ЮТР-579, для вашей информации, скорее всего, готовьтесь за вход ИЛС полоса 0-2 и фактический ветер для полосы 0-2, 350 градусов, 4 метра в секунду. Порыв 15 метров, видимость 1300, 600 метров, 2800, остальное без изменений. По нашим данным, минимум там самый лучший, 2400 должно быть видимость, ЮТР-579. ЮТР-579, для полосы 0-2, видимость 160, 2,500, сейчас фактически 1800, 600, 400 по огням. И что будем делать? Дурака, включим и зайдем. Но чтоб уходить не пришлось. Пилоты начали обходить грозовые очаги в соответствии с командами авиадиспетчера. В 2 часа 40 минут рейс 579 вышел на Глиссаду и начал выполнение разворота на посадочный курс. Шасси выпустить. Шасси выпущены, три зеленые горят. Сочи-вышка, ЮТР-579, доброй ночи. По прямой Глиссаде к посадке готовы. ЮТР-579, Сочи-вышка, доброй ночи, на посадочный. Полоса 0-6, ветер и зимы 130 градусов, 7. Порыв 11 метров в секунду, посадку разрешаем. В 2 часа 42 минуты экипаж сообщает диспетчеру о нахождении на Глиссаде и готовности к заходу на посадку, на что получает разрешение. В кабине в это время звучит сигнал GPWS Monitor Radar Display, указывающий пилотам обратить внимание на экран радара. Что он сказал? Но он Винча предупреждает. Пробуем. С включенным автопилотом и автоматом тяги экипаж продолжает заход на посадку в Сочи. В кабине вновь звучит сигнал GPWS Go Around Venture Ahead, предупреждающий о возможном сдвиге ветра, который предоставляет опасность для самолета на посадочной прямой и необходимости срочно уходить на второй круг. Главное скорость. Да-да. Скорость смотришь? Смотрю, смотрю. Ты на землю смотри. Ты скорость, я на землю. Да. Ты скорость, я на землю. Да-да. Несмотря на продолжающиеся сигналы GPWS, пилоты продолжают заход. В 2 часа 45 минут лайнер попадает в сдвиг ветра и тут же звучит сигнализация «Windshear! Windshear! Windshear! Windshear!» Пилоты после этого должны немедленно прервать заход и уйти на второй круг, однако они продолжают игнорировать сигнал и продолжают снижение. Высота 180 метров и командир должен принять решение садиться или уходить, но решение не поступает, экипаж продолжает заход. Видишь полосу? Я вижу. Ты скорость, я на землю. Ты видишь полосу? Высота 15 метров и самолет попадает в сильные ливневые осадки. Наконец командир принимает единственное верное решение уйти на второй круг, хоть и запоздал и берет управление в свои руки. ЮТР-579, уходим на второй круг. ЮТР-579, уходите на второй круг, работайте с кругом 119,7. 119,7, работаем, ЮТР-579. В 2 часа 45 минут командир нажимает кнопку тога, а второй пилот должен отключить автопилот, убрать шасси и закрылки. Экипаж начинает выполнение ухода на второй круг. Лайнер берет курс в зону ожидания. Как в это время, пилоты пытаются обратно включить автопилот, но им это не удается. Вероятно, из-за неснятий усилий с колонки управления. Решая проблему с автопилотом, второй пилот не выполнил уборку закрылков, несмотря на то, что он доложил командиру о выполнении. Трудности в экипаже были вызваны эмоциональным напряжением, которое было вызвано уходом на второй круг и существенным увеличением длительности полета из-за плохих погодных условий. Самолет следует в зону ожидания. Пилоты начали обсуждать погоду в аэропорту Сочи. Командиры второй пилот выражают озабоченность погодными условиями. Так, блин, в Сочах заходить в такую жопу, да ну его нафиг, да? Да, там вообще ни черта не было видно. ЮТР-579, снижайтесь 600 метров. QFE 1013 гекта паскалей. По готовности Сиера-Сиера 062. Заход ИЛС разрешаю. Полоса 06. Сиера-Сиера 062. По готовности 600. Снижаемся. ЮТР-579. В 2 часа 49 минут экипаж получает разрешение на посадку и начинает выполнение разворота для выхода на глиссад. Лайнер при этом продолжает набирать высоту. ЮТР-579. Заход ИЛС разрешаю. Полоса 06. ЮТР-579. Высоковато идем. Немножко влево отвикторимся. ЮТР-579. Следуйте на курс 290. В 2 часа 49 минут самолет начинает снижение. Но второй пилот без разрешения командира, обратив внимание на избыток высоты, запросил у диспетчера викторение. Оно дало бы экипажу время на снижение. Но командир сразу же сообщил об отсутствии необходимости в этом. И второй пилот вновь связался с авиадиспетчером, в этот раз сообщив об отмене действия. Лайнер в это время все еще имеет избыточную скорость и высоту. К профилю подходим. Скручивай скорость. Чек. Блин, что там хеддинг, хеддинг. Что это такое? В 2 часа 53 минуты рейс 579 выходит на курс, близкий к посадочному. Но диспетчер сообщает пилотам об уходе на второй круг впереди идущего самолета. Наш самолет еще не вышел на глиссаду, однако второй пилот сообщил диспетчеру о выходе на посадочную прямую. Экипаж нажимает кнопку approach, но захвата курсового радиомаяка не происходит, потому что самолет движется параллельно лучу ИЛС. Экипаж замечает, что захвата курсового маяка не произошло и запрашивает у диспетчера о работоспособности системы ИЛС, на что получает утвердительный ответ. В это время самолет захватывает курсовой и глиссадный маяк, и автоматика начинает снижение самолета по глиссаде. ЮТР-579 в глиссаде. ЮТР-579, вас поняла. Полоса 0,6, ветер у земли 200 градусов, 4 метра в секунду. Посадку разрешают. Экипаж получил разрешение на посадку. Высота 300 метров, но снова срабатывает сигнал GPWS о сдвиге ветра. Второй пилот начинает диктовать текущие высоты и скорость самолета, создавая раздражающий шум в кабине. Но сигнал GPWS о фактическом сдвиге ветра срабатывает в третий раз, предписывая немедленный уход на второй круг. Но пилоты снова их игнорируют. Командир отключает автопилот и автомат тяги. Сдвиг ветра в этот момент достигает максимума. Полет над взлетно-посадочной полосой продолжается 14 секунд. И в 2 часа 57 минут рейс 579 садится на взлетно-посадочную полосу номер 6 аэропорта Сочи. Происходит автоматический выпуск спойлеров. Включается автоматическое торможение. Спидбрейк апп, реверс максимум, автобрейк максимум иньюз. Автобрейки точно в работе? Блин, тормози, да, тормози вручную. Несмотря на доклад второго пилота о выпуске реверса, на самом деле он его не включил. Лишь спустя 20 секунд после касания командир это заметил и сам включил реверс. Но на максимальный режим реверс выйти так и не смог, так как ему нужно больше времени для выхода двигателей на земной малый газ. 579, посадка! 579, вас поняла. Вы сможете остановиться? Ответа же диспетчеру от второго пилота так и не последовало. В 2 часа 57 минут на скорости 140 км в час рейс 579 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пробил ограждение аэропорта и рухнул в русло реки Мзинта. От удара у лайнера сломались все три стойки шасси, были сильно повреждены оба двигателя и разрушился левый топливный бак. Произошло возгорание авиатоплива, вытекшего из топливного бака в левом крыле. 579, обстановка на борту. Эвакуацию начали? 579, вы эвакуацию начали? Не слышали. Эвакуация! Мы горим! Поняла. Пожарные подъезжают. Начинается эвакуация пассажиров и членов экипажа. Наземные службы начинают тушение пожара. Во время спасательной операции от сердечного приступа умирает Владимир Бегиян, сотрудник аэропорта Сочи, принимавший участие в спасательной операции. Из 172 человек на борту самолета серьезно никто не пострадал. Расследование причин аварии рейса 579 проводил Межгосударственный авиационный комитет совместно со Следственным комитетом. Сразу было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». 12 декабря 2019 года МАК опубликовал окончательный отчет расследования. Причиной аварии стал человеческий фактор. Пилоты, находясь в состоянии повышенного эмоционального стресса, игнорировали сигналы GPWS о сдвиге ветра и ухода на второй круг, стремясь сесть в аэропорту Сочи во что бы то ни стало. Всем пассажирам рейса 579 страховая компания «Сургутнефтьгаз» обязалась выплатить компенсацию. Но в свою очередь пассажирами были поданы иски в общей сложности на 15 миллионов рублей. Командир воздушного судна Алексей Алексеевич Шнырёв был признан виновным и оштрафован на сумму почти миллиард рублей за аварию. Аборт из Риги, летевший позади нашего Боинга, прервал заход на посадку и направился на запасной аэродром в Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова